Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. На этой неделе мир профессионального бокса погрузился в хаос, поскольку босс мафии Дэниел Кенахан стал объектом беспрецедентных санкций правительства Соединенных Штатов. Ряд видных деятелей спорта заявили, что разорвали связи с фирмами, связанными с криминальным авторитетом, но многие другие хранили молчание. Самым откровенным был промоутер Боб Арум, который признался, что заплатил Кенахану 4 миллиона долларов за консультационные услуги, связанные с боями Тайсона Фьюри. Чемпион в супертяжелом весе, который открыто говорил о Кенахане как о своем друге, не сделал никаких комментариев с тех пор, как семья подверглась санкциям. Один высокопоставленный ирландский боксер, который не хотел, чтобы его имя называли публично, сказал, что деньги преступной группировки широко распространены в мире бокса. В свете санкций, по его мнению, многие бойцы, которые принимали деньги, теперь окаменели. Если в этом замешаны американцы, они собираются отследить каждый выплаченный чек. Все, кто связан с Кенаханом, обделываются. Санкции Министерства финансов означают, что для граждан или резидентов Соединенных Штатов может быть уголовным преступлением, иметь дело с Дэниелом Кенаханом, его братом Кристи-младшим или отцом Кристи-младшим. Также в список включена компания Hupa Sports Management, которую, по словам властей Соединенных Штатов, контролирует двоюродный брат Кенахана Иэн Диксон. Промоутер-ветеран бокса Боб Арун добавил в пятницу, что он заплатил Дэниелу Кенахану 4 миллиона долларов через фирму за консультационные услуги по поводу боев Тайсона Фьюри. В пятницу вечером веб-сайт Hupa все еще перечислял ряд известных ирландских и британских боксеров в качестве своих клиентов. Как бы для того, чтобы подчеркнуть пагубное влияние Кенахана на бокс, в день объявления санкций, в Соединенных Штатах против него был подан второй иск. Боксерский промоутер и адвокат Эдвард Бесау Менди, выступая эксклюзивно для нашей агентства, и назвал себя случайным крестоносцем в возбуждении дела. «Я думаю, что это просто счастливое совпадение. Я не имел никакого отношения к введению санкций», — сказал мистер Менди. «Это одна из тех прискорбных ситуаций, когда было совершено зло, и люди, которые пострадали от этого зла, являются бойцами».